Дага апостола Иоанна Благослова О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам О том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами О наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Аминь Исполчение Святаго Иоанна Златоустова на Псалон номер 4 Ничто так не доставляет мира, как познание Бога и приобретение добродетели Истребляющее внутреннюю борьбу страстей и не попускающее человеку быть в войне с самим собою Подлинно! Если кто не наслаждается таким миром, то хотя бы от вне окружал его глубочайший мир Хотя бы никакой враг не нападал на него, он несчастнее всех во всей вселенной, на которых нападают враги Не так жестоко дикие народы ведут войну по своему обыкновению, как гнездящиеся в душе непристойные помыслы и порочные пожелания Любовь к богатству, желание власти, привязанность к предметам житейским И действительно так Ибо та война внешняя, а эта борьба внутренняя А что бедствия, рождающиеся внутри, гораздо хуже бедствий, происходящие от вне И обыкновенно причиняют больше вред Это можно видеть во всем Состав дерева больше повреждают черви, зарождающиеся внутри, нежели случающиеся снаружи И города разрушают не столько внешние враги, сколько домашние Так точные душу обыкновенно не столько заражают бедствия, нападающие от вне, сколько болезни, зарождающиеся внутри Но кто, имея страх Божий, совершенно прекратит эту войну Обуздает страсти, задушит различных зверей порочные помыслы И не дозволит им скрываться внутри Тот будет наслаждаться чистейшим и глубочайшим миром Этот мир Христос пришедший даровал нам Этого мира и Павел желал верующим, повторяя в каждом послании Благодать вам и мир от Бога Отца нашего И во кто имеет этот мир, тот не боится не только врага и варвара, но и самого дьявола А посмевается над ним И посмевается над ним полчищами злых духов Бывают благодушнее всех людей Не обременяется бедностью Не изнуряется недугами и болезнями И не смущается никакими другими человеческими Неожиданно случающимися бедствиями Потому что он имеет душу, способную перенести все это мужественно и весьма легко Душу крепкую и здравую Дабы вам убедиться, что это справедливо Представим пример Пусть будет какой-нибудь завистник И пусть никто не восстает против него Какая ему от этого польза? Он восстает сам против себя Острит на себя помыслы Опаснейшие всякого меча Раздражается всем видимым Мучится при виде каждого Встречающегося ему человека И не чувствует никому доброго расположения Но считает всех вообще своими врагами Какая же ему польза от внешнего мира Когда он сам неистуствует И беснуется Как общий враг человеческого рода И ходит везде, нося внутри себя Такую войну Бесчисленное множество копьев и мечей И желая лучше подвергнуться Тысяче смертей, нежели видеть Кого-нибудь из подобных себе существ Пользующегося добрым мнением И благополучием Также предавшийся страсти к богатству Вносит в душе свои бесчисленные войны Брани и смятения Находится в страхе и беспокойстве И не может быть в хорошем расположении духа Ни на малейшее время Но не таков тот, кто освободился от страстей Напротив, он пребывает в тихой пристани Наслаждается любомудрием и не подвергается Никакой подобной неприятности Для человека, не имеющего этого мира Не открыта даже общая всем пристань Но заграждена и она Пристань сна и ночи Ибо страсти нарушают Отдохновение, даруемое природою И совершенно преодолевают Силу сна своим Жесточайшим насилием Преданной зависти, ненависти Любостяжанию и хищению Нося с собой всюду войну И имея внутри скрывающихся врагов Куда бы ни пошли Нигде не могут избежать этой борьбы Но хотя бы оставались дома Хотя бы лежали на постели Подвергаются тучи стрел, смятению Сильнейшему всяких волн Терпят убийства, вопли, стенания И другие бедствия Гораздо жесточайшие Случающихся на войне Но не таков праведник Он и бодрствую наслаждается спокойствием А во время ночи С великим удовольствием Принимает сон Аминь Христос воскресе Смертью смертью Смерть поправ И сущему грабею Животного